Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня мы с вами будем делать рецепты из стрелок чеснока. Стрелки чеснока уже выросли, мы их обрезали. И сейчас будем из них делать очень вкусную заготовочку на зиму. Это будет рецепт чесночное масло для заправки салатов и масло сливочное зеленое с чесноком и укропом. Сейчас мы приготовим чеснок сначала. Для этого мы удалим вот эти верхние цветоножки. Я их не выбрасываю. Всегда оставляю и делаю на них настойку. Кому захочется узнать, как приготовить настойку и использовать ее для чего и в каких дозах, можно будет посмотреть рецепт на канале о жизни и здоровье с Марусей. Мы отделили верхние части стрелок отдельно, стрелочки отдельно, верхнюю часть отдельно. Это у нас идет на рецепт приготовления настойки лечебной на канале о жизни и здоровье с Марусей. Там посмотрите и узнаете, как ее применять и как приготовить. Готовим масло зеленое, ароматное, из стрелок чеснока и укропа. Сначала мы измельчим стрелки. Теперь измельчаем укропчик зелененький и отправляем к стрелкам. По объему, сами видели, небольшой у меня объем стрелок взял, небольшой объем укропчика. Тут не критично, тут все на вкус. Теперь, что нам нужно сделать? У меня здесь примерно 150 грамм сливочного масла, потому что масло свое, поэтому я примерно говорю. Отправляем сюда же, к нашей зелени. Теперь я беру погружной блендер и начинаю это измалывать прямо в пасту. Получилось у нас вот такое замечательное зеленое масло, которое уникально по вкусу, по запаху. Просто если сделаете, вы почувствуете эту разницу. У меня, видите, это форма для яиц, я ее использую как для заморозки. Тут объемчик очень удобный. И выкладываем сюда наше маслице. Масло зеленое готово. Это прекрасная вещь для приготовления тех же самых картофеля. Добавили в картофель. Это будет уникально. Просто вкус чеснока, укропчика, плюс масло. Это очень будет вкусно. В любую кашу можно добавить. Это прекрасно пойдет к супам. Очень хорошая добавочка. Ее даже можно разморозить и намазать на хлеб, как пасту. И это будет очень вкусно. Подавать к супу, к борщу. Замечательное масло. Готовьте такую закусочку себе обязательно. Тем более, она действительно сохраняет и цвет, запах и вкус. Потому что масло сливочное, оно впитывает вот эти все ароматы и укропа, и чеснока. И остаются они полностью сохранены. Это очень вкусно. Я бы сейчас намазала бы на хлеб и съела бы это с удовольствием. Это так пахнет. Такой аромат. Отправляем на заморозку. После заморозки можно их убрать и сложить в какую-нибудь емкость. Мы сейчас с вами стрелки нарежем, отправим, измельчим. И будем готовить ароматическое масло. Чеснок мы измельчили. Теперь наша задача переложить его в баночки. Но пока мы перекладываем в баночки, мы сейчас с вами еще разогреем растительное масло. Масло мы возьмем из расчета, сколько у нас объем баночек. У нас здесь 340 мл, здесь 250. То есть тут у нас 500 и 340. Это получается 800 мл. 850. Но так как у нас еще чеснок сюда пойдет, примерно где-то грамм 700. Берем масло. 700-600, наверное, где-то так вот. Миллилитров. Масло беру любое растительное, которым вы любите пользоваться. Я беру то, которым я пользуюсь. Льняное масло здесь не подойдет. Потому что льняное масло долго не хранится. И, как бы, соответственно, его нужно еще и хранить при особых условиях. Поэтому лучше взять обычное растительное масло или кукурузное. Ну, кстати, подойдет даже и рапсовое масло. Поэтому берем масло, ставим на плиту. Масло нужно нагреть до 50 градусов. Наполняю баночки чесноком. По желанию можно добавить соль. По желанию. Но я это делаю по поверхности, после того, как заливаем масло. Масло мы разогрели. Если вы хотите сохранить цвет чеснока, чтобы он остался таким же зеленым, тогда стоит масло остудить хотя бы градусов до 40. Но оно должно быть теплым. Это очень важно. Не холодным, а теплым. Но оно сохранит цвет чеснока. Заливаем. Чеснок. Да, оно вот когда так шипит, это хорошо. Во-первых, это хорошо действует на чеснок. То, что, во-первых, убивает все микроорганизмы плохие. Чтобы у нас не испортилось наше масло в процессе хранения. Вот видите, я почти вровень рассчитала масло. Чуть-чуть осталось. Ну, немножечко совершенно. Сейчас еще маленечко опустится. Можно будет добавить. Теперь нужно оставить масло для остывания. Горячие банки никогда не закрываем. Чтобы не образовался у нас кондексат. Как масло остенет, я слегка добавляю соль крупными кристаллами. Сверху, вот прям поверху. Вот прям присыпаю чуть-чуть. Это хорошо сделает, какой момент? То, что не испортится, не появится никаких проблемных таких плесен или еще что-то. Потому что соль сейчас на поверхности здесь. Она не растворится, останется кристаллами. И будет защищать нашу заготовку от всевозможных патогенных микроорганизмов. Все. Закрываем крышками и убираем в холодильник. Заготовочки из чесночных стрелок у нас готовы. Всем, кому рецептики понравились, поставьте пальчик вверху. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok